всем привет я в петербурге вернулся из поездки в германию и сейчас хотел бы более подробно поделиться своими впечатлениями о немецком ночеведении которым я должен сказать что остался не очень доволен но в целом надо признать что интерпретации нитши они везде очень не точные и несовершенные и первое что меня поразило в Рёкене это то что нитша до сих пор понимается как рота нацистский мыслитель то есть и плюс к этому на стенде на на выставке посвященные предреку нитши основной работе старины фрица так говорится ратустера посвящена всего один абзац но этот говорит только о нацистском понимании старины фрица то есть я не знаю почему так до сих пор предрек нитши понимается односторонне и только в одном ключе плюс к этому так же мне не очень понравилось что слишком много посвящено празднованием празднование даты смерти предреку нитши я бы вот со своей точки зрения начинал бы начинал бы все нитши видение все весь подход к сохранению его наследия с празднования дня его рождения плюс к этому очень очень странно для меня что до сих пор нитша понимается как нигилист но при этом никак как нигилист практический которые реализуют собственную великую политику а как критик современности то есть как такой вот академический что-то вроде средний между ученым и писателем то есть такое понимание нитши очень характерно для любого нитшеведения что касается здесь и германии и европы в целом также такое же понимание нитши собственно и в россии также и в америке я должен признать что моя собственная мое собственное понимание нитши оно впервые говорит о досказании как основном понятии нитшевской философии точнее учение жизни фридриха нитша то есть я рассматриваю фридриха нитши как я соагендер денкер то есть досказующий мыслитель но при этом это большой прогресс во всем во всей интерпретации учение жизни фридриха нитши но здесь есть один небольшой нюанс что сам нитши предсказывал что его поймут как до сказательного философа мыслителя и это будут высшие люди которые устроят устроят праздник осла в честь заратустры но при этом сам нитши понимал своих настоящих последователей как смеющихся львов то бишь радостных критиков и радостных разрушителей то есть я думаю что настоящему нитшанцу и настоящему нитшанскому европейцу надо быть вот как понимал это нитши надо быть активным нигилистом разрушителем то есть смеющимся львом ведущим войну без пороха против христианства и современных идей то есть но тем не менее сам нитши и тем более его заратустры это сам нитши это досказательный мыслитель а его заратустры это абсолютно досказательный поэт который учит о сверхчеловеке как смысле и земли то есть моя интерпретация нитши все же очень хорошая и нитши впервые понимать как досказательный мыслитель но тем не менее это интерпретация все же высших людей которых спасает заратустро я планирую в следующем году осенью в день рождения фридриха нитши попытаться провести нитши конгресс с темой фридрих нитши как досказательный мыслитель я все же думаю что такой подход будет все же верным поскольку все же вот пост нитшианское нитшевидение оно понимает нитши как академического нигилиста который якобы говорил только о нигилизме и разрушении и при этом я не встретил ни одной интерпретации нитши как жизнеутвердительного философа к сожалению все интерпретации старинные фрица они очень несовершенны и очень академичны нитши с моей точки зрения очень плохо понимается как жизнеутвердительный и досказательный мыслитель и при этом его заратустра ну практически тоже не находит никакого понимания в академической среде к примеру в германии есть хороший проект нитши коментар но там пытается прокомментировать все труды нитши за исключением заратустры что мне кажется достаточно прогрессивным но не не в том направлении идет исследовательская деятельность как он задавал направление сам предрекнитши то есть предрекнитши предполагал что при университетах появится когда-то кафедры толкования заратустры но как бы такого до сих пор и на данный момент нет я наверное постараюсь в своем проекте великой политики фридриха нитши точнее проекте по реализации в жизнь великой политики фридриха нитши осуществить то что задумывал старина фридц и в первую очередь по созданию при университетах кафедры толкования заратустры плюс к этому я бы хотел основать эллинскую греческую академию если удастся то возможно в германии и в берлине но предстоит еще очень много в этом направлении сделать к сожалению я не знаю как будет воспринят мой проект по реализации в жизни великой политики фридриха нитши официальными структурами германии и евросоюза поскольку мы все же будем анти демократами и продвигать и будем продвигать радикальный аристократизм но опять же посредством культурных и просветительских проектов так что еще добавить в общем будем вести и борьбу за власть в европе вне демократическими и вне парламентскими средствами но опять же в рамках европейского законодательства надо сказать что в германии очень жестко относятся к любым даже словесным высказываниям против демократии и могут возникнуть очень значительные юридические сложности при высказываниях при анти демократических высказываниях так что посмотрим как все будет обстоять на этом пока что наверное все подымаю бокал минеральной воды за здоровье Ницше за реализацию его великой политики на практике за здоровье Ницше за наш успех естественно всем пока бизбальт Продолжение следует...